себя на мысли, думаю, как вот все это, когда мы такие процессы головы происходят, который записывает, переводит все это в слова. Видите, вот о чем я. Жалко, что это изобретение. Как я понял, у тебя есть capacity. То есть все, что тебе нужно, это просто овладеть техникой, как это все переложить на бумагу. То есть технический вопрос. Как форматировать текст, какие виды вот этого повествования бывает от первого лица, от третьего лица. И самое интересное, это не хаотичные у меня как бы идут картины в голове возникают, а целые диалоги. То есть я у себя в голове там провожу какой-то диалог между различными персонажами, которые в тот момент воображаются. То есть это само собой произвольно иногда происходит. Да, моё лицо нравится аппарат, чтобы это все записывалось в моего мозга, переводило вот это как бы диджитовое состояние, и вот так бы мог бы как бы осизать. Ты хочешь без этого, без... без труда и рыбку. Без труда и рыбку из труда вытащить. Но если подумать, геймер, начитанный, фантастику читаешь, это читаешь, что естественно у тебя к твоему возрасту уже мощное, натренированное воображение, ты можешь представить других людей, как бы их эти диалоги, всё-всё... Вообще любой человек, который много читал... Кто много читал, он автоматически может сделаться писателем. То есть нет такого, что писатель... И что можно научить человека стать писателем. Это невозможно. Что мы тогда тут делаем Бога? Любой человек может это освоить. То есть... что-то рассказать. То есть какие-то люди бывают, кто устно рассказывает, могут устно какие-то рассказывать. Как и любая... Любая профессия, методом шлифовать эти практики и достигать совершенства в этой профессии. То есть это как бы некий... Как и любая профессия, упор на труду. А у тебя тоже как бы есть вот это... Основное, что нужно, тебе просто нужно овладеть некой техникой и приемами этого записывания. Обычно даже... И прием автоматически ты просто никогда не анализировал. А кинешки виша машуала, Артур. А кинешки виша, но ты никогда не анализировал, как она написана. То есть структура моется. Вот ты много-много книжек прочел и автоматически можешь тоже симулировать это. Это как, я не знаю, допустим, ты помощник каменщика. Ты ему подносишь кирпичи там день, два, год, там, десять лет. И ты можешь в любой момент взять у него этот мастерок и тоже положить. Потому что ты это тысячу раз видел. и возможно у тебя сразу же очень хорошо получится с первого раза. И писатель шву, которые читали, читали, читают. И потом внезапно сразу же бомбанул мощнейшей книгой. Сразу прославился. Такие случаи довольно часто бывают и такое. То есть вы и отц. Но одно точно, если ты много книг не читал, то тебе этому надо учиться. И научиться этому тоже можно. Ты скажем так, ты вот с этим каменщиком должен будешь потренироваться. Такой фигу. Тойзен, если у тебя есть вопросы и техники, по этой технике объяснить. Это не только писательский он дач он говорит. Скоро вот это люди очень мало будут читать. То есть книжки это очень медленно будет умирать эта профессия, но рано или поздно она будет. Но мелочь визуализация, анимация, даже просто видеоролики в сценарии я разложить что-то о чем ты хочешь. Поэтому это никогда почти не исчезнет. И нас вот чат GPT, этот робот мне кажется именно в написании идеи позже всего заменит. То есть уже он четко будет наверное любое он еще видеокадр генерировать, любое фантастическое существо, любые драки сейчас сколько угодно, нах, боже, представьте какие-нибудь исторические фильмы, где актеры не играют, имитируют, что тебя копьем пронзили, а действительно выглядит это будет как копьем пронзили. То есть нас скоро ждут такие масса кроваво-кишечные исторические фильмы, где все это будет реально как реальность, а не имитация из этого. то есть вот этот плод он будет все равно человеком генерируется мне кажется очень долго, я может ошибаюсь, но только человек может контролировать пока вот этот плод настолько он интересен, насколько он интересный будет. То есть контролировал сам себе режиссер инструмент кирай такие креативщик Ширбуховой скоро, но еще на нашем веку мы их очень много навидаемся. Короче, Оскары будут давать не команде там и не 100 человек и не 200 будут кино снимать, а какой-то будут известные такие одиночки, которые Ширевры создают под полным контролем еще искусственный интеллект агент Ширбуховой. Артур, что ты думаешь об этом поводу? Марш Армхом. Истрел, Истрел, Марш. Ага. Это записи еще Хакомелан. Да, Ви кунбара. А просто я его Хакомел вен Deutsch и его хашен дешен. На данный момент тоже книги я изучу. И Цундыри Ты по технике что-то надо спросить? Ну вот, например, на данный момент 8 капитал чек-то язина. И потом я поняла, что надо как-то разделить. Там у меня дело в том, что в начале там рассказывается про ее прошлое немножечко. Это 4 чек-тос. И потом я решила эти 4 чек-тос, из них просто сделать пролог и уже начать первый, чтобы первый чек-то уже был то, что на данный момент происходит. Я не знаю, это хорошая идея или нет, потому что я видела видео, где говорят, что прологи вообще лучше не писать, что это плохо, что сразу вообще интерес пропадает, что ведешь мужики и в сентябре. Да, пролог считается нехорошей вещью. Есть такой принцип, ах, вот читайте ревастинцы, и сразу сходу, как эти голливудские киноделы делают в 80-е, 90-е, сразу же идет какой-то экшн, сразу же какие-то преследования, что-то там... Если тайна самого сюжета исчезает. Да, да, да. Не, не то, что тайна самого сюжета исчезает, а пролог это попытка объяснить, в чем дело читателю. А читателю не нужно объяснять, в чем делать. Он должен оставаться в этом в неведении. в любопытстве. Вот это любопытство движет, чтобы до конца прочитал твою книгу. Да, чтобы он на первой странице чтобы он на следующей странице вреднее, чтобы он дальше читал. То есть внимание, привет, еще как раз. Именно пролог в этом действительно лажает, из-за того, что объясняет ты говоришь, что исчезает, а что из-за того, что нет, у меня не так. У меня именно вот этот пролог, то есть первые капитли из-за 1 изначально капитли из-за 8 капитлей, потом я разделила что первые 4 просто пролог. У меня там уже сразу с экшена все начинается. У меня просто там таймскит происходит и я думала, что это может читать или вести какое-то заблуждение, или он может не понять этот таймскит. И поэтому я думала, окей, пока она маленькая, пока она еще девочка, там тоже все начинается с экшена, но пока она маленькая, я решила это записать просто в пролог, а когда она уже взрослая, где все уже начинается, где уже все спокойно более. Классическая ошибка пичка Айон, писателя, где он слишком подробно пытается, то есть недооценивает читателя, то есть все ему разжевать пытается и боясь, что он что-то не поймет, это абсолютно и он ошибки, или в коем случае уверять, люди А как мне этот таймскип сделать, то есть как мне написать там Ты можешь потом флешбек какой-то флешбек я ищу моего, то есть воспоминания еще и поехать У тебя ведется от первого лица или от какого лица у тебя ведется? От третьего лица от третьего лица, от третьего лица, который все знает или от третьего ненадежный рассказчик? Да, который не все знает И камера все время над главным героем героиней или перемещается на разные? Она может перемещаться, то есть я слышала, что вот из головы в голову лучше не прыгать, что если например хочешь из головы в другую голову залезть, то лучше это делать в следующем копителе и вот так я это делаю, то есть у меня один копитель будет рассказываться именно со стороны одного персонажа там продолжение, то есть эта ситуация она дальше продолжается, но дальше я уже например в другом копителе уже рассказываю эту ситуацию из головы другого человека. Шеф, извините, пожалуйста, там ребята в Ламан спрашивают ссылку и хотят зайти, не могут зайти. Где ссылку взять на чат? я закидывал ссылку там внизу есть реклама там внизу ссылка есть. Тесла еще раз последним этим, чтобы закинь, пожалуйста, хавра. Сейчас закинь, что урок прервали. обсуждение. Можно вам задать вопрос? Давай, валяй. В общем-то она где-то гайд смотрела, где вот эти советы дают. Короче, нельзя в одной и той же главе прыгать из одной головы в другую. Это очень считается нехорошей ошибкой. Лучше вообще всю книгу с одной перспективы. Вот это прыгание с одного на другого это тоже чуть похоже по подробнее и по-английски point of view. То есть точка зрения или точка откуда это все будет рассказываться важным элементом именно технике тебе полезно будет узнать об этом. Кстати, личный опыт у меня была такая книга, которая сводилась к одному концу, то есть как в одной главе одна история рассказывалась и на интересном месте она заканчивалась и началась история другого персонажа. Но в конце я понял, что эти персонажи в конце книги они все будут вместе и это будет одна история. но все равно то, что я в одной главе персонажа недопрочитал, так скажем, эта мысль меня все время тревожило. Я получал какие-то истории, быстренько прочитывал, чтобы ту главу, которая мне стала интересной, чтобы к нее опять же дойти. Вот такие проблемы возникают. я дам очень полезный, очень мощный совет, который мне в свое время не дали, к сожалению, но я интуитивно ему последовал. Использую рассказ от первого лица. То есть я пошел туда, я сделал это, в этот момент они вот так сделали Бош. От первого лица это самый легкий способ ошибиться именно в такой вид повествования. Он моментально читательца некую близость с собой сразу ассоциируется. То есть он сближается автоматически с объектом сопереживания, с героем своим. От первого лица. То есть твоими глазами все видит, то есть твоими глазами все происходит. И в течение всей книги вот так. иначе опыт вот эти все прыгания из головы головы у тебя там мишмаш не сурюх а сурюх короче. То есть консистенция ее стили через все произведения и их реакции. Учитель Excel будет, да, на уроках? Какой еще Excel? Excel не будет? Нет, Excel не будет. Windows программирование Баха? Да, да, да. Тема, как я понял, сегодня про то, как написать книгу, да? Никакого Excel программирования. А с программирования не будет. из одного параграфа на другой, чтобы перейти, сколько строк надо? Как определяю, вот как я могу определить, да, вот как я могу определить, например, я пишу книгу, вот, например, первый параграф, второй параграф, могу лить, Вот, как я именно, вот, через, какой момент я должен определить? ты про главы говоришь? Как главу, книга состоит из глав обычно, ее пишут из глав. Ты про это говоришь? Или про абзацы? Я абзацы, да, да, абзацы, да, я перепутал, да, извиняюсь. Давай я тебе сразу как бы помогу этом, ты кино, когда смотришь действие, опции, какой-то герой, или герои, или какие-то, не знаю, антигерой, какое-то действие происходит, то действие прерывается, то есть новые камеры, кусок, камера как бы выключается, ракурс камеры переключается на другую картинку. Не то, что даже, не, ракурс это одно и то же, а когда ты камера, дубль Олакцена, ты какой-то этот, снял какую-то сценку, все, эта сценка закончилась, потом час, может, прошел, может, следующее утро, короче, идет следующая сценка. Это ошибок новичков, вот книжку пишут, и вот особенно у начинающих, 99% больших, короче, они начинают, и он начинает вот этого героя, то есть он его чуть ли не в туалет сопровождает, то есть сосочек, короче, а потом ему становится скучным, потому что почему мне скучно стало писать? Писать, кстати, интереснее, чем читать иногда. Интересно, если ты достаточно разольешь себе вот это шизофроническое чувство, и не знаешь, что следующее предложение будет, даже в следующем предложении ты можешь не знать, то он интересно вот это все разворачивая себя действия, наблюдать. Какой-то чувак внутри тебя это пишет, а ты как бы со стороны немножко с интересом наблюдаешь и прокручиваешь это кино. Так вот, ты должен и камер ориентироваться на эти шоты, они не зря делаются. Произошла сценка, ты дальше пишешь отступаешь и дальше пишешь следующую сценку. Промежут такие это собрались операторы, режиссеры, костюмеры, собрались так, со сценкой где-то собрали все это хозяйство, перешли в другое место, по сценарию может там прошел час, может пять минут прошло, может день прошел, может месяц прошел. Все, следующая сценка. Вот большие куски это главы, маленькие абзацы могут быть. И ракурс камеры, тоже прав, ракурс менять, ты можешь опять-таки с новой строки начинать. Представь, что это кино просто. Тесла интервала, я извиняюсь, что вмешался, у меня просто очень интересующий вопрос был, ты просто вот научный человек, и не каю, вот Тесла с электричеством связаны. Я вот хотел бы спросить, а вот есть ли аккумулятор из машины подсоединить вот провода к себе, заряжаться, бейду? Если хочешь мощную зарядку, то можно в одно место их засунуть? Ах, вообще. Аккумулятор гул хирдат, машин лэста, и он что-то смеет. Тесла можно? Можно это, пожалуйста. И штык вахар. Давай, давай, задевай. Всех приветствую свободным людям. Очень рад слышать чеченцев, которые думают и просвещаются. Вопрос такой к вам. Что для вас является надежным источником морали? Опять. Надежный источник морали. Ну и вопрос. А вот рутс. Наши армады. армады, если можешь отвезти, что является надежным источником. Да, наши корни. Тысяча и одна ночь. Интересно, володь, армады, ты не умеешь. У нас чуть-чуть другая тема, извиняюсь, у нас чуть-чуть другая тема, продолжим Тесла насчет книги. да. Армады, ты слушал, володь, Тесла сейчас я поправлю. На чем мы остановились? У кого какие вопросы были? Главы, абзацы, тига, бисендира, ну ты закончил, в принципе. Да. Как это называется? Артур, Артур, как это называется, вот эти, когда меняются, сценки меняются в фильме? Фильм снимаешь? Я не 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 дубля, дубля. Да, это самое, Тесла, забрал меня, просто далеко было от телефона. Еще раз, что за вопрос? Как называются вот эти сценки? Вот когда я рассказывал про эту ошибку, которую начинающие писатели почти все делают, то есть они начинают писать книгу и вот герой пошел туда, потом это сделал, то сделал, они непрерывно его сопровождают, то есть и по времени, и по пространству постоянно сопровождают его, не понимая, что нужно как в фильме вот сценка, потом пошла следующая сценка, потом следующая, следующая, через час, через день, через это. Ну, сценарий это так и называется, сцена или уже при построении самой сцены это называется мезонсцена. Так это и называется. Просто сценарий от фильма, ой, сценарий от книги очень сильно отличается в том смысле, что сценарий это очень грубая, очень топорная прямая драматургия. В сценарии ты все пишешь глаголами в настоящем времени. Ты, допустим, не можешь, ты не можешь, допустим, написать в сценарии, ну, допустим, вот ты снимаешь фильм там, давай возьмем чеченского персонажа Хасуха и ты снимаешь фильм о Хасухе. Если ты пишешь в книгу, книгу о нем, то ты можешь сказать Хасуха томно смотрел вдаль и небо вторило его взору, повторяя его грусть и печаль. Без проблем. Такой воды ты в книгу налить можешь. Сценарий нет. Ты не можешь эти уже метафоры. Это ты оставляешь режиссеру. Режиссер сам во время съемки понимает, как снимать, как Хасуха смотрит, томно, не томно, этот уже такой лирический жир остается за режиссером. И как сценарист пишешь очень топорно. Хасуха встает, все в настоящем времени, берет стул, переставляет его на другое место, наливает воду и пьет эту воду или выпивает. все глагол. Вот поэтому сценарий это один из самых топорных видов драматургии. Он самый прямой. Все в настоящем времени. От книги отличается, поэтому немножко, может быть, не будет корректным это сравнение с сценарием и с фильмом. Да, да, Артур. Ты вот этот сценарий считать, читать сценарий это как бы мучение, если подумать. Да, да. Это неинтересно совсем. То есть для этого режиссеры и учатся вот в такой вот прямой драматургии видеть уже какую-то там лирику. Вот это все. Это как бы чисто работа механика. То есть топор берешь и вот так там рубишь фильм. Да, да. Поэтому и книги и берут и адаптируют сценарий. То есть ты не можешь просто взять книгу и снять по нему по ней фильм. Ты сначала берешь эту книгу, садишься со сценаристом, пишешь из этой книги сценарий, все переводишь в настоящее время вот в такую вот четкую ровную драматургию, вырезаешь лишнее, что-то добавляешь это уже детали, нюансы. И потом уже по сценарию снимаешь все четко проработанный фильм по сценам, по дублям, по локациям, по всему, по полной проработке. Я, кстати, в английском вот варианте, то есть русское, скажем так, вот это форматирование произведения, где от я есть, там от третьего лица есть, от ненадежного рассказчика даже можно. А вот в английском есть вот то, что ты сказал, там есть даже вот в настоящем времени. Не только в настоящем, но и есть ты, вот вот есть произведение на английском, довольно много, где вот его читаешь вот так, короче, ты пошел туда-то, ты сделал это-то, ты потом тебя вот так сделал, прямо так. И это считается такой некой, мне она не нравится жутко, короче, потому что это, но есть известные книги написанные именно в таком ключе. В русском это не встречается. В русском, кстати, также не встречается, то есть все в прошедшем времени. Например, я веду рассказ от первого лица, там я рассказываю, я там плыл на корабле, потом там моряки, там то, все, я вот рассказываю от первого лица, это все в прошедшем. Мы сделали то-то, мы сделали то-то. И это, вот у этого типа повествования есть недостаток, который в английском устранили вот этим настоящим временем. То есть я нахожусь на корабле, они в настоящем времени. Знаешь, почему это делают? Вот кто, кто может догадаться? Почему вот этот рассказ прошедшего от главного героя, прошедшим, вот что в нем не так? Вот интересный вопрос, душу, кто догадается? Это что? Вот я скажу, свое мнение, как бы, например, когда я читаю вот эти русские книги, да, там, как ты сказал, действительно, в прошедшем времени, мне всегда кажется, что даже если книга современная, то кажется, будто она из прошлого, да, вот из как будто такая старая книга, да, даже если она написана в 24-м году, да, то есть со старинной захэт, когда в прошедшем времени там рассказывается, вот я имею ввиду именно свои ощущения, когда вот читаю, да, да, ну ты частично прав, все-таки, но причина современных книгах в прошедшем времени, я же, это и в английском тоже, это как бы стандартное, короче, повествование, оно и в немецком, там, претеррирует, то есть, прошедшее время рассказчика, то есть, но у этого вещи есть недостаток, вот прошедшее время рассказчик, он рассказывает, как они там, не знаю, летели на космическом корабле, мы и так далее, тогда, потом это там, Анна сделала тот, не знаю, Джон Джон сделал тот, это мы высадились в бошадь, он прошедшее время рассказывать, и это, да, мы привыкли читать вот так, короче, но у этого рассказа есть какой-то недостаток, который на первое время не очевиден. Вот какой, как вы думаете, кто же гадается первым? Может быть, само время, недостаток, настоящее, просто если настоящим идет рассказ, то остается интрига, интрига, как кончится это. Тепло, тепло, молодец, папа. Да, 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 это что, пока этот сюжет не закончится, никто не знает, что это было в прошлом. То есть, когда я рассказываю, и мы-то пошли туда, на корабле летели, это значит, что я выжил. То есть, где тут нервы пощекотать, понимаете? Я, раз я рассказываю, оператор выжил. То есть, раз я рассказываю, значит, это автоматически death situation, life and death situation, жизнь и смерть situation. И уже хаэй ищацах, потому что читатель уже знает, что ты выжил. Что ты жил. Да, в любом случае, интересно, забыть еще. Хридуи, но и главные, и вещи, кочущие нервы, выживет герой или нет. И да ищацаха, потому что само повествование в таком ключе предполагает, что герой выжил. Кстати, Тесла, важная поправка, в кино как раз это не работает. В кино легко может мертвый персонаж рассказывать свою историю. Да, да. Это вот магия кино, что уже ты, персонаж мертвый, он легко, живо, так с хорошим голосом рассказывает. Ну, как яркий пример, чтобы не быть голословным. Например, там, «Красота по-американски», фильм, там, где Кевин Спейс играет главную роль. Он там мертвый, рассказывает, как он был убит, собственно, на свою историю. Да, да. Это, как бы, ну, скажем так, киношное исключение. Но в данном случае Хауинс Льючан, например, классический, вот, Даниэль Дефой в «Робинзон Крузо Яц», он рассказывает, как он 20 лет провел на этом острове. То есть, с самого начала понятно, что он выжил. То есть, в самом деле, первое лицо Яшэн в английском часто очень применяют настоящее время. Вот как ты про сценарий говоришь, ну, конечно, не в таком, короче, топорном ключе, а в английском языке настоящее. И в русском тоже есть довольно много примеров, где ты переходишь на настоящее время, чтобы приблизить этот момент. Ты что? Не очевидно, чем это закончится, выживет герой или нет. самый скучный. Тесла. А. А, Велери? Да, да, я могу дальше продолжить. А, да. А, вот у меня такой вопрос. Вот ты говоришь, как бы, понятно, что, типа, персонаж выжил, да, то есть, в этом недостаток. А, да. А если, к примеру, там вот рассказывают, да, то так же в прошедшем времени, как бы, вот он пошел туда, это сделал, то есть, это даже не, там не указывается нигде то, что это там рассказ про выживание, про смерть. То есть, я могу, например, там, в прошедшем времени писать книгу, там, адвокат Джон искал там убийцу своего отца, там, то-то, 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 а раз, и он сдох, короче, его убили, короче. там, какие-то мафиози, которые были заинтересованы в том, чтобы никто не выяснил, кто убил его отца, его взяли и грохнули, да. Я же могу так же написать, как бы. Ты, если ты от этого героя рассказываешь, от главного, то есть, от я, то есть, различай, вот эти три, три вида основных вот это рассказа. Фокал. Олак, аскаш, что на, то есть, фокус, на кого, на ком фокус. Ты рассказываешь от себя в жизни, ты можешь это симулировать. Любой человек, который умеет просто писать, может симулировать вот этот простейший и самый, скажем так, излюбленный, самый интимный стиль, который приближает нас к этому. Приближает нас к приближает читателю, скажем так, вот этот стиль. И он предполагает, я в таком-то году то-то, то-то сделал. Вот тогда ты не можешь мертвую разговаривать. Вот исключительный случай, который Артур рассказывает в кино, вот это как бы этот режиссер так и что оригинально решил вот так поступить. Но классический 99,99 случаях как ты будешь рассказывать, если ты мертвый? То есть ты не выжил, не пережил эту ситуацию. То есть рассказ от я предполагает, что ты выжил. И этим как бы все же в том деле был придуман вот этот рассказ от я. Он появился первым, скажем так. Но нельзя сказать, что он первый, может сказать, что он появился вместе с этим. И всезнающее третье лицо Олж есть. Его, скажем так, противоположное. Антагонист его. Это как бы божественный голос, который все про всех знает, короче. Абсолютно все рассказывает. Раньше вот эти старые романы, там Вальтер Скотт и Дух Бог короче, просто мапасан. Это как бы рассказ от этого омнищент, английский всемогущий Бог. Всемогущее третье лицо, которое все о всех знает. И вот рассказывает, как будто садрон, короче, сверху зависит этот чувак. И он про все знает и всем рассказывает. Вот там Мария, короче, пошла на берег, вот она думает так-то, так-то. Вот идет там Фуан Карлос, увидел Марию, заподумал, а у него сегодня настроения нету. И это, короче, работало, работало. И вот эти романы сейчас немножко скучные кажутся. 19 века романы еще. Да, они все еще там мощные мощные писатели были. Вот этот недостаток потихоньку писательское искусство, оно развивалось премесловно, оно развивалось, чего-то добавлялось, какие-то вещи убирались, новые вещи придумывались. И сэнна пришли к времени, что вот этот надо создать гибрид от этого, от первого лица одешен. У тебя есть загадка, то есть герой не все знает, и вместе с героем выяснять, ты проводишь вот это расследование, исследование этого мира, или какое-то путешествие совершаешь, или переживаешь что-то, какой-то конфликт переживаешь, поскольку ты из его головы, из его мысли, он рассказчик. И тут противоположные это всемогущие, которые там, не знаю, вот этот чувак с дрона, короче, который все про всех знает, может всех услышать, что угодно. И у этого этот недостаток, что он бедный на все эти события, конечно, будешь описывать, загадка. И появился вот этот гибрид из этого и из этого. Называется он ненадежный рассказчик. Unreliable narrator. Нерейтер бог, рассказчик. Нерейтер рассказывать по-английски. Ненадежный рассказчик, он как бы охудой, ты берешь вот этого героя главного, и уже не из его глаз думать, да, ты можешь только предполагать. Потому что камера над его головой. Игра шла из них, компьютерной, где ты не из глаз смотришь персонажа, а камера там сзади бывает вот так. Висит их адрон от третьего лица до ГТА, Называется от первого и третьего лица. Она сзади висит, но он все еще с ним. То есть камера висит над главным героем. И только то, что там происходит, в этой сцене ты можешь видеть, ты ничего другого видеть не можешь. Этим ты достигаешь вот эту точку. И когда рассказываешь, ты не лазишь никому в голову, не говоришь за какие-то мысли, а уже максимально тебе читатель верит уже. Потому что ты ему не врешь. и этот всемогущий вот этот чувак он убирается и мы становимся гибридно не полностью, но достоинство этого и достоинство этого совмещать. Это самый распространенный сейчас способ повествования камеры над героем и в настоящем времени. периодически прошедшим минуту назад, час назад ты можешь прошедшим сказать, но желательно в настоящем времени, чтобы опять-таки убить это ощущение, что герой там все пережил и выжил эту ситуацию, пережил. А что делать, если у меня два главных героя? Ничего, тогда тебе либо надо будет определиться с вокалом тебе надо будет. Либо рассказываешь один главный герой и рассказ ведет, потом ты в следующей главе переключаешься на другого или через две головы и вот так можешь вести, если ты собралась от первого лица вести. Если ты же собралась вот этот ненадежный рассказчик, тебе придется перемещать камеру одного героя на другого. Другого выхода у тебя нет. То есть получается, как я понял, если ты пишешь книгу, где герой рассказывает от первого лица, то не должно быть прошедшего этого рассказа. Я там сделал, пошел, то есть прошедшим целся и сбах. Мангисты это делают. То есть в настоящее время можешь героя рассказывать, чтобы убить вот это ощущение, что ты выжил в конце. Раскошь пока еще я не видел. Раскошь тоже начали это делать. Обычно они через время пародируют. В русской литературе все время, если человек рассказывает о прошедшем времени, он рассказывает уже как бы он выжил, это все пережил. Он живой рассказчик. Да-да-да, то есть если от первого лица, то ни в коем случае не рассказывать в прошедшем времени. Ну, по мере необходимости. Ты можешь первого лица вести, я рассказываю, например, ты с кем-то разговариваешь, ты можешь в прошедшем времени упомянуть, что ты вчера делал. То есть это не нарушает. Главное, чтобы ты в настоящий момент омярдишь вот этот прогрессивный оставался. Тесла, хочу уточнить, слушай, я просто реально не помню, если кто помнит, освежите память. Моби Дик, там разве не рассказ от выжившего матроса о происходящем у них в лодке после неудачной охоты на кита. и он, по-моему, получается, выжил, и он в прошлом времени рассказывает. Нет? Или я что-то путаю? Да, от первого лица и Моби Дик, короче, я давно-давно его читал, но от первого лица и помню. Да, вот я давно и не помню, но, по-моему, там в прошедшее время использует рассказчик. Возможно, потому что старый мой, это как бы современные новоделы вот это английские. Ты и я... Да, книга старая, тут ты правда. какого-то года Мелвилля, Мелвилля, я знаю, Моби Дик, это, по-моему, 1900 какой-то, до 10-20-20-й какой-то. Может, даже 1890-20-й. Ну, вот рубеж 19-20-го века. Если я не ошибаюсь, конечно. Так, кому еще что-то интересное? А, кстати, важный-важный вопрос. Вы собрались писать книгу что там важно? Кто знает? Слышать. Слышать? Ну, согласно вот этой... Давайте я вам сейчас эту дамочку... Ну, в написании книги важно практически все, даже мелочи. Но есть основные фундамены, например, круг героя. Там с нюансами, мне кажется, просто необходимо его использовать. То есть, на какие вопросы отвечает твой круг героя? Скажем так, давайте проверим это. Кто, что, почему, жизнь или смерть, какая ставка, потом его преобразование, то есть, качественное или некачественное изменение героя, и в конце награда или возмездие. То есть, ну, как бы основные вот эти, понятно, с нюансами, с добавлениями, с вычитаниями, но круг героя, по-моему, противник, это еще от Гомера просто необходимо. Ну, скажем так, есть разные типы произведений, Ахмабааринцы, есть произведения, где герой так бы развивается, совершенствуется, это рост героя Олж. То есть, сначала он был слабым, потом он вообще натренировался, короче, стал конфуистом, побил своих врагов. То есть, стандартные вот это, они, сюжетов очень много, это не может быть на чем-то другом, там, на месте, может быть, там, месть за убитого отца, там, за убитую жену, там, не знаю, полицейские, еще, их очень-очень много, технически много, но, внутренний смысл, он все равно один там, какой-то конфликт, то есть, постоянно какой-то конфликт с кем-то, если нету конфликта, то эта история, она скучная по-любому. Можно, как-то, ламповую историю, написать. Ставка, ставка жизни или смерти, ну, не буквально, то есть, это может быть любая ставка, есть просто слово жизни или смерти, не буквально, я имею в виду, какой-то конфликт, вот я про это и говорю, что в круге героя присутствует конфликт, его преобразование, не в смысле, он накачался или стал сильнее, то есть, преобразование может быть и другим, оно может быть со знаком минус, оно может быть отрицательным, то есть, там вариантов же очень много, но без круга героя, как ты героя сделаешь, не так. Не знаю, даже слабо, есть, кстати, известный, где вот, герой, он вообще слабый, он только, он только думать хорошо может, и запланировать, но даже и то, единственное его преимущество, и ВИЧ, он как бы прокручивает назад эту, то есть, он может возвращаться снова в эту ситуацию, а так он слабак, короче, там все герои остальные сильные, там любой может прихлопнуть его, как муху, но он этот, может, и Ютсун, возвращение после смерти, return by death, английский, и Ютсун, то есть, возвращение после смерти, то есть, он и вот, он проходит, каждый раз вот это повторяет, пока не справляется ситуация вот своими силами, слабыми, человеческими силами, мозгами своими, способ, то есть, не обязательно герой, там должен, там много вариантов, как и, я просто хочу немного, да, английский, современный, ищет, понятиши, вот интересные, вот эта писательница Надин Брандес, я ее нашел в интернете, у нее, она считает, что существует четыре типа писателей, то есть, все писатели, которые когда-либо были, или когда-либо будут, или встречать, они разделяются на четыре категории, первое, она говорит, это plot first novelist, novelist, это писатель, новелла, это по-английски, роман, в общем, роман, чисто немецкое название, новелла, plot first, то есть, сюжет, я, сюжет, главный, а может, сюжет, сюжет, даже, она, смотри, как она плохо отзывается, в этом plot first, короче, на самом деле, не так уже, хала, характеры, картонные, бывает, если писатель, только, и вот этот, на плод ориентируется, там, и 20 тысяч, льет под водой, типичный, короче, там, герои, вообще, картонные, вообще, ничего, ничего у них нету, почти, бэкграунда у них нету, просто про подводную лодку, вам сообщить, написал этот, Джуль Верн, эту книжку, то есть, какая-то крутая подводная лодка, в 19 веке, это воспринимается, как некое чудо, и все, как читают, что про эту подводную лодку, короче, фактически, эта подводная лодка, и есть главный герой этого романа, а гонит, она нам кажется скучной, действительно, это не, далеко не высокохудожественное произведение, потому что, герои там, вообще это, это не Игры престолов, короче, в общем, совсем, это называется плод ферстного листа, то есть, он какой-то, либо космический корабль какой-то особый, либо какую-то, планету какую-то, мир какой-то построит, а вот о героях и характерах он как бы меньше всего думает, в том числе об их конфликтах, есть второй тип новеллиста, бах, вот эта дама, Надин говорит, характер ферстного листа, то есть, персонаж Ватц, и на него акцентешь, это уже по-лучшему, дальше, почему нам вот этот Game of Thrones, то есть, Игры престолов нравится, потому что там вот эти интересные персонажи, то есть, она чисто на персонажах, потому что все остальное, там, это обычная средневековая английская компиляция их всего, и в том числе оружие, и декорации, там, и имена даже, но персонажи делают, то есть, персонажи его выносят, ну, короче, Ватц, третье, третье у него считается, так, the story world first novelist, есть люди, которые вот подробно ему описать, товарищ, все остальное там, мирно, вот это место описать, вот это, вот это какой-то мир, его надо подробно, там, они на этом зацикли, конституцию эти, этой страны, там, это, это все, короче, детали, все, они думают, что этим они, там, мощно оживляют все это, но забывают при этом, вот, и конфликты, и герои еще, это как бы опять-таки идет второй план, Сохо Хун, Сохо Хун, согласны, Ватц, Сохо Хун, категории четыре, но я для, просто для иллюстрации, и четвертый тип, это the question first novelist, question, то есть вопрос, то есть человек, писатель, который, какой-то яц, состояние какая-то, вот, или, или, исчезнет ли человек, чтобы что-то такие, так, вопрос, вот, на этом вопросе строит, или, что случится, если мы встретим инопланетян, который свой сюжет, все остальное у него строится, только вот на этих вопросах, что если игрушки оживают, оживают, когда дети на них не смотрят, вот, на этом вопросе создана, вот, это то история, игрушечная история, примерно вот так же, что если зомби захватят мир, это уже World War Z, вот на этих вопросах есть, персонаж герои там тоже, они там проработают, что-то сделают, как и остальные, но вот этот, основной, что будет несущая, несущая балка, это, вот она считает, что есть тут 4 вот этих характера, писать, 4 типа новеллиста, что я не совсем согласен, так, я могу еще вам про этого, американцы, как вот этот американец, один, 12 советов дает, как писать, я с многими его согласен, сейчас, я не очень согласен, но со многими согласен, я, если интересно, я вам его тоже переведу, так, начни с истории, которая заряжена конфликтом, то есть, этот конфликт будет, первый совет, 12 советов он дает, начинающим писателям, начни с истории, которые заряжены конфликтом, этот конфликт, он как бы двигатель твоего, этого плота, плот это идея, идея твоего рассказа, скажем так, или идея твоего романа, я свою новеллу под названием Марго, именно вот, основал на идее, судьи, который пытается обвинить человека, в убийстве, которое он сам совершил, то есть, это необычный, он да где, нет, он, а что если судья судит человека, который, обвиняет его в убийстве, которое он сам совершил, то есть, и вот на этом конфликте, у него весь этот плот романа будет идти, то есть, он говорит, что интересный плот, ты даже пусть из одного предложения, он всего лишь одним предложением, создал вот уже эту, росток этой истории, посадил семя, скажем так, поэтому возьми все, что ты хочешь, приоритетизить, то есть, приоритетно сделай вот именно эту идею, и на нем будет все это нести Барту, это первый совет он дает, интересный совет, потому что я, я, наверное, согласен с ним, второй совет, он говорит, а, вот это, что интересно, душу, определи, determine whether you are an outliner or a panzer, то есть, определи, кто ты, то есть, how outliner you, или panzer you, как вы думаете, что он хотел этим сказать, что ты должен, как писатель, определиться, как ты пишешь, либо ты, в русскоязычной среде, это обычно часто говорят, и механик, и интуит, интуит, или интуит, интуитит, о, по-моему, что-то, я могу правильно это носить, в данном случае, по-английски он называет это, в английском языке тоже несколько названий есть у этого, аутлайнеры, панцири, механики, интуитики, которые интуитивно пишут, у разницы ухи есть, кто как думает. Аутлайнер это тот, который, ну, знает от начала до конца, к чему он идет, то есть, он все это прописывает, а плантер, это тот, который, ну, типа, сажает семя, ну, и смотрит, ну, куда-то все пойдет, то есть, он еще не знает, чем это кончится, вот так, я думаю. Да, да, абсолютно, неиспределенно, ну, я рвел, абсолютно точно определил, короче, существует два вида, ну, и гибрид этих может быть, там, в большей степени аутлайнер, хочешь, или в большей степени интуитит, хочешь. Аутлайнер, это человек, который ссорится в русском языке, это механик, как бы, и полностью все опишет, все, что будет сделано, короче, от и до, и герои, и это, и третье, и пятое, короче, десятое, это чистая механика, причем, он подходит механически к процессу, это создание книги, там, и сценарии, то есть, механика, это не значит, что это плохо, то есть, между этими вещами, и воду бог, да, и деки его, и просто, кто вы, как вам лучше писать, то есть, кто, к чему у вас есть склонность, панцеря, это, чисто на интуиции, язвишу Гушун, который, он даже не знает, какой герой, для него неожиданность будет, там, как у этого, для этого, Толстого, для него неожиданность совершенная была, что вот эта Анна Каренина под поезд бросилась, то есть, он этого не ожидал, он писал, писал про ее переживания, и раз, она под поезд бросается, то есть, вы, я, панцеря, в зависимости от степени шизофрении, которая у вас, я кавычках, развилась, может этот, даже не знать, что в следующем, не знаю, предложение будет, какие герои появятся, что они будут делать, вы, я, панцеря, интересно писать, интересно ли аутлайнеру, я не знаю, что аутлайнер, я тоже аутлайнер, в последнее время, часто не пользуюсь, методами аутлайнера, и частично использую аутлайнера, полностью панцеря, полностью аутлайнеря, то есть, ты всегда гибрид, но чего-то больше у тебя, насколько больше, панцеря интересен, потому что я сам хочу, что там у них там произошло, знать, это появляется в следующую секунду, прежде чем я это осознаю, осознаю, а аутлайнер это, ну я не представляю, но вы сами должны определить, кто вы, он говорит, если вы аутлайнер, или панцер, какой вид вам подойдет, какой вид вам подойдет, и ничего не значит по поводу качества книги, аутлайнер может хорошую, великолепную, шедевр написать, и панцер может плохую написать, и может хорошую написать, а аутлайнер плохую, то есть это не на качество книги, это не влияет, если вы правильно, конечно, подошли к этому. Тойзен, как ты думаешь, ты аутлайнер или панцер? Я не задумывался об этом. А Артур, а он творческий человек, ты аутлайнер или панцер? Я точно гибрид, и больше вот по наитию, то есть у меня в принципе, когда я сажусь что-то писать, я понимаю общий какой-то концепт того, что будет, и как я хочу это финализировать, но это все по верхушкам айсберга, по штрихам, детали, интриги, обороты, перевороты и прочие вещи, которые меня в процессе нахлынивают, и я иногда бывает сижу, волна такая пришла, идея муза руку пожала, и ты такой, вау, вот это я завернул круто, конечно. Артур, можно тебе вопрос, который давно мучает, вот я часто слышу от людей, которые занимаются деятельностью, что нужно вдохновение, вот что это такое? Исни, что такое вдохновение, и как оно приходит? Нет на этого ответа, конкретного ни у кого, это то же самое, что, допустим, пытаться сформулировать четко, что такое любовь, например, там кто-то, биолог скажет, любовь это химические процессы в голове, мозг там выделяет феромоны конкретному объекту, и будет прав абсолютно, поэт, теперь стихами начнет говорить, что любовь это вообще на этом все мирознательно, ну вот, вот такое, вдохновение то же самое, это не конкретный предмет, это не яблоко, которое можно взять, почувствовать, укусить, почувствовать его вкус, если говорить химическим языком, это вот ты сел, твой мозг в этом моменте так заработал, по твоим всем этим нейронам прошлись какие-то мысли, в совокупности встретились, создали какой-то информационный взрыв в голове, и у тебя родилась такая суперидея, потому что информация, которая у тебя есть, приобретенная, плюс нафантазированная, она сложилась в какую-то картинку в голове, и ты все это явно увидел, то есть это, да, это вот такие вот процессы, если говорить с духовной стороны, то вот с космоса посетила тебя вселенская энергия, все это по сути и правда и чушь, поэтому нету конкретного ответа, можно ответить. Артур, обе слова нужно хорошо выспаться, я не понял, выспаться вообще в принципе полезно, для этого не обязательно что-то писать, просто полезно. Артур, Артур, как ты любишь от первого лица писать? Артур, ты любишь от первого лица писать, или тоже всемогущее третье лицо, или гибрид, как ты? Гибридно, гибридно. Как ты предпочитаешь писать от первого лица? Гибридно, гибридно, вообще не люблю себя обранировать. Ты же, наверное, какие-то в стол писал, опыты делал, от первого лица ты писал? Да, писал. Гибридно, окей. Гибридно, Гибридно, вы какой-нибудь в стол какой-то написал, да, который не был. Законченное нету. Ты писал от первого лица, да, я это делал, то-то, то-то, то-то писал. Такое было, да? Да, да, было. и было это, потому что... вообще, по пути даже. В игры много еще играл в детстве от первого лица, поэтому, может быть, захотелось. Тогда третий совет этого нашего американца. Компьютерные игры ты имеешь? Да, да, компьютерные игры. И... Да, смотри. Create and step free, то есть, третий совет. Техло, ты пропал у нас, мы тебя не слышим. Create and... Create and unforgettable main character. то есть, создайте... Ты будешь следовать этому? Most important character. Это ты самый важный, и ты... Это как бы твой, твой этот... лидер, герой или героиня. Да. Так, совет номер четвертый. Я не буду полностью их там приводить, потому что это time-consuming, и время будет занимать. Так, разверни свою идею в плот. Expand your idea into a plot. Это нечто самое очевидное. Панцирь ушел. Он, кстати, тоже этот человек, панцирь. Панцирь. Ему я зацахался, он я панцирь. Напоминает немецкая панцирь. Бронетехника. Так, плоти немец. Давайте кишем так. Плоти немец. Opener inside. Вимакс. Конкур. Кстати, он приводит небольшую схему, из чего должен состоять твой роман, если кому интересно. An opener. Номер один, это как бы открытие. Ну, раскрывающее такое начало. The inciting incident that changes everything. То есть, какой-то случай, который меняет все. Это можно представить, как катастрофу какую-то, или нападение, или начало войны, или еще чего-то. Или эмоциональное какое-то перерывание. Потом идет третья. Series of crisis that built tension. То есть, серия кризисов, которая выстраивает напряжение. То есть, ты просто уже и кризис, и ты, ах, там идет какой-то. Те бегут, визуи взорвался, все засыпает пеплом, и тут идет напряжение, поднимается, где же серия кризисов. Далее идет четвертая. Климакс. То есть, самый высокий уровень напряженности, высшая точка этого происходящего. И пятое, это conclusion, заключение. То есть, он на пять частей разделил. Весьма спорная, скажем так, схема. Ну, мой яц. Артур, ты слышал, глава яц, его надо заканчивать вот этим, клиффхенгером. Есть такой метод. И когда я часто много писал, то у меня автоматически это выходило. Я не намеревался это сделать, но каждая глава заканчивалась так, чтобы было интересно узнать от какой-то ситуации, life and death situation, где герой должен был знать, что дальше произойдет. Непонятно было, как следующая глава, цаи и шах, напряжение, скриффхенгерборга, висеть со скалы. То есть, представь, что у тебя первая серия фильма заканчивается, где герой зацепился за скалу и висит, и тут серия закончилась. И, конечно же, все побегут на следующую серию, чтобы узнать, упал ли он там, или все-таки выбрался из-за этой ситуации. Цунаха клиффхенгер. То есть, это метод завлекания читателя, очень эффективный, кстати. Я про него не знал, но я автоматически, интуитивно ему следовал, оказывается, когда уже сильно, долго набил руку и автоматически идешь, но если сдать заранее, это хороший, мощный очень метод. Это отличный метод. Его интуитивно использует большая, наверное, подавляющая часть творческих людей, которые что-то пишут, создают. Это называется игра манипуляция со зрителем или со слушателем. Это используют очень многие. Если прям совсем грубый пример, он не красивый с точки зрения художественности, но он четкий и все здесь, кто есть сейчас у нас в эфире, все это видели, пример. Эти вещи очень топорно, но эффективно используют, допустим, в тех же сериалах. Когда какая-нибудь бразильская мелодрама заканчивая на каком-то моменте, где там Хуан Альберто и у нее лицо там на полэкрана такое и все, и серия закончилась. И огромное количество там хозяев сидят и ждут следующий день когда будет новая серия, чтобы посмотреть, что же там этот Хуан Альберто сделал. Вот примерно да, да. Нечестный трюк это, если честно. Они это используют очень грязно. Я просто для примера привел, чтобы вы явно поняли, о чем речь. А вообще, когда автор это делает, тонкие манипуляции, почти незаметные, и зритель или читатель этого не чувствует, это красиво. Это красиво и правильно и манипулировать вниманием просто автор обязан, иначе книга будет бездарная. Да, согласен абсолютно на плюс пять определение. Так, ну, этот пятый пункт это ресерч, ресерч, то есть поиск, 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 то есть логическое обоснование. Не факт, что я знаю много, которые абсолютно бездарны с точки зрения логики, но выстрелили и знаменитыми стали. То есть это как бы уже зависит от того. Кстати, шестой, переходим как раз к этому. Выбери свой point of view, то есть факал выбирай, выбери свой, от как ты будешь рассказывать. Так, перспектива, с которой ты рассказываешь книгу, она очень сложная. Так, point of view. Так, самый простой это first person. I, me. Так, second person, you, и third person, she, she is. И you, бог, у них есть, она в русском языке, нет, я не знал, что в английском оно есть когда-то. Оказывается, у них есть. Вообще, как ты смог бы читать книгу, Артур, которая все время you, ты сделал это, ты пошел туда. Я попробовал, в общем-то, прожевывается, но все равно очень, звучит очень не читабельно. Для меня, конечно. Ну, потому что ты якот не любишь, а тот, кто любит якот, ему прям сложно будет. Вернее, сложно, ему понравится. Я хотел сказать, что это дело привычки. Постепенно прикажешь такому, как бы сказать, мысли. Нет, в русском языке нету такого, типа. В русском нет, я имею в виду в англоязычном поле. в русском языке нету такого я, по-моему, такое не встречал вообще. Я удивился даже, когда его английском обнаружил. У вас, есть я или он, она и уже гибриды этого всего. всемогущие. Я в русской литературе ненадежный рассказчик, не всемогущие. Перебрасывание в разные головы по главам. Да, он сложит привязывать к этой камере. главное правило. Ага, вот он как раз вот, я, действительно не часто. вообще от я считается менее профессионально. Ненадежный рассказчик от третьего лица это профессионал уязвящий. Если пойдешь в этот какие-нибудь этот Royal Road и в сайт-сайт-сайт, книги выкладывают. Royal Road там будет большинство от третьего лица, потому что там серьезные там. А в какой-нибудь там хаби, где это школота пишет, там они будут я-я-я как будет от я будет. Да, есть отличный от я-язвень. что это просто ограничивать его вот я ну, то есть у него есть и достоинства, но недостатки у него очень большие. Ненадежный рассказчик, третье лицо, камера над героем чуть-чуть подаль, как выиграл Лара Крофт к примеру. и вот я понял, что это самый-самый оптимум и самый-самый эффективный. И читатель не вводит в курс дела, а только вместе с героем это дело разматывает. Вот он предупреждает про это один характер, то есть один персонаж за главу. Ни в коем случае мне несколько персонажей вот в одной и той же главе перепрыгивать в голову. В общем, это что ты имеешь в виду так что ты имеешь в виду? Так вылетело. Так begin in media in the midst of ага седьмой седьмой степь пицца то есть седьмой шаг семь так начни begin in media stress то есть в середине какого-то действия и хороший совет душу и прологи и как раз это ну скажем так неудачная идея в середине какого-то действия обязательно то есть происходит какое-то действие и раз вас туда переносят как зрителя мгновенно хороший совет я его тоже своим этим допер могу спасить разверни театр в голове зрителя это в отличие от кина где ты пассивно принимаешь тебе воображать ничего не нужно ты видишь картинку а вот кинешки зрители ему нужно этот разворачивать в голове театр но естественно некоторым людям его не развернешь потому что они не читают не читали не любят читать то есть надо все-таки ца халивия шуха совет номер девять усиливай проблемы главного персонажа то есть интенсифай проблемы главного персонажа то есть наверное как можно больше проблем халивия еще что главного героя просто они должны разрывать его накапливаться усиливать и начать его переживать по полной пока десятый совет покажи его ситуацию кажущей безнадежной вот эти опа совет опа опа совесть говори если ты что-то хотела сказать спрашиваю спрашиваю перебивайте у нас азиатская лекция можно перебивать спрашиваю сахашуй сахашуй меня слышно 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 меня прием прием я слышно и сита тебя слышно и тебя слышно говорите вот у меня первый копиток то есть то что из которого я сделаю пролог он именно начинается с того как вот девочка маленькая и там за ними погоня то есть там уже есть экшен если я пролог уберу то есть полностью меня слышно ты отключил что ли ты кого-нибудь слышишь прерываться видимо это плохая связь у нас сегодня походу я добью тогда это если у тебя пинг по-моему высокий ты нас с опозданием я вас я вас всех слышу я ее не отключал возможно это моя моя вина скорее всего ага да видимо саперидический шарайвер почему-то он вырубается у меня видимо это связано с этим так давайте тогда я запись остановлю я только зашла все научились заза good morning ты как всегда запоздала ты запустила пол жизни потеряла good morning заза сегодня до 5 доходит как до графа через минуту так что проликай заза пол жизни потеряла это было очень интересно черт так я не напишу книгу а второй части не будет шучу хешу 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 вы вы хешу хешу в россии живет тесла живет тесла по интернету в россии живет тесла что в рунете что ли тесла mail.ru ха 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 на мыле сидеть что ли да 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 mail.ru помните эти mail.ru 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 mail.ru